Дорогие наши зрители! В эфире выпуск новостей программы ТВ-Инфо. 4 февраля в издательском доме Комсомольская правда прошла пресс-конференция, на которой представители партии дела высказали свою позицию в отношении постановления правительства РФ номер 33 о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошли на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств, участников соглашения о таможенном союзе. Прогнозируя негативные последствия реализации этого постановления для российского сельского хозяйства, Всероссийская политическая партия партия дела приняла решение обратиться к председателю правительства Российской Федерации, Мишу Стину с открытым письмом. Все подробности пресс-конференции смотрим в нашем видео. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Развивать растениеводство и таким образом снижение цен на внутреннем рынке, оно в итоге, в конечном итоге противоречит интересам наших птицеводов. Еще есть аргумент такой, что если мы не будем ограничивать экспорт зерна, все его вывезут и не останется, что кушать в России. Ну тоже абсолютно несерьезный аргумент, который не выдерживает серьезной критики и его даже обсуждать как-то несерьезно. Потому что для того, чтобы мы надежно имели надежную обеспеченность в зерне, в хлебе, нам нужно не ограничивать развитие зерноводства, а наоборот стимулировать. И значит надо не ограничивать инвестиции, не сбивать цены на зерно, а стимулировать его сбыт, стимулировать инвестиции. И значит нужно не ограничивать экспорт, а бороться за развитие экспорта зерна для того, чтобы наше растениеводство было самым развитым в мире. Таким образом решение правительства выглядит абсолютно нелогичным, нерациональным и не ведущим к развитию нашей экономики, не ведущим к повышению уровня наших людей. Каковы будут последствия? Пока рынок, я как селькосмашиностроитель, пока не вижу серьезного, ну или как бы очевидного отклика наших крестьян, которые инвестируют сегодня в покупку машин. Но у нас есть пример 2015 года, когда была введена аналогичная, пошлина, аналогичное ограничение на экспорт зерна из России. Они действовали полтора года до осени 2016 года. И наши машиностроители отмечают, что тогдашнее ограничение экспорта зерна привело к тому, что рынок машин снизился на 15, по некоторым позициям на 20% к предыдущему году. То есть вот это ограничение экспорта зерна, оно откликается волной в других отраслях, в смежных отраслях. Крестьяне видят, что не смогут по справедливым ценам продать свою продукцию, значит меньше инвестируют в сельхозтехнику, в удобрения, в повышение квалификации наших сотрудников. Это все тормозит экономику и тормозит покупательную способность людей. Аналогичные последствия можно спрогнозировать и после введения в действие вот этих современных решений. Таким образом, у нас видится два варианта развития нашей страны. Либо мы будем развивать нашу страну, делать ее промышленно, аграрно развитой державой. И тогда надо не ограничивать экспорт, не ограничивать сбыт, не забирать деньги у крестьян, а делать все для того, чтобы крестьяне много инвестировали, имели много работы, много продавали, активно зарабатывали, тем самым повышая доступность продовольствия, тем самым повышая благосостоятельность нашего народа, возрождая наше село, а там еще много работы в этом отношении. У нас до сих пор 30 миллионов гектар пашни заброшено после советской власти. То есть мы можем стремиться к развитию нашей страны. Либо мы делаем так, что в России будет невыгодно инвестировать, будет невыгодно трудиться, невыгодно выращивать хлеб, невыгодно делать комбайны, будет выгодно только экспортировать нефть, газ. И в этой ситуации мы будем жить... Ну как, люди не будут иметь работы, не будут иметь возможность зарабатывать, будет много бедных. Которые не будут плохо тушить. Вот. И принятое решение нас толкает развитие ко второму варианту. Вот. Ну я не предлагаю делать из принятого решения трагедии, хотя ограничения приняты на полгода. Это посевная компания, да, пройдет в условиях этих решений. И вот сейчас и крестьяне должны принимать решение. Покупать ли комбайны, делать ли дополнительную обработку сельхозугодий. Сколько сеять, что сеять. И это решение они на самом деле будут принимать, исходя не из современного решения, не из весенних условий продажи зерна, а скорее и будут бросать взгляд на то, что будет осенью и следующей зимой. Как, по каким ценам, на каких условиях они смогут продать урожай, в который они инвестируют сегодня. Так вот, мы призываем правительство, нашего уважаемого премьера, заявить, что вот эти ограничения на экспорт зерна и других видов продовольствия, они не будут продлены на второе полугодие наступившего года. И вообще, больше не будут применяться. Вот такое обращение мы подготовили. Предлагаю его обсудить. Спасибо за внимание. Ксения Анатольевич, большое спасибо. Я бы хотел дать высказаться по прогнозам, как данное решение повлияет на отрасль ведущего эксперта по агропромышленному комплексу Андрея Андреевича Сизова. Спасибо. Добрый день. Мы более 20 лет занимаемся, почти 30 лет занимаемся российским аграрным рынком, мировыми аграрными рынками. Смотрим за тем, что происходит в России, как развивается сектор. И развитие сектора во многом базировалось на очень простых вещах. Еще в конце 90-х, в начале мутичной, были заданы некие правила игры, довольно простые, но разумные. Появилась собственность на землю, появился долгосрочный институт земли, появилась свобода предпринимательства, то есть чиновники не указывали, где сеять и что сеять. И очень важно, российский сельхозпроизводитель получил доступ к огромному мировому зерновому рынку. Он смог продавать, была выбрана госмонополия, но чтобы в советское время нечего было продавать, он смог начать продавать свое зерно на мировой рынок. Что благодаря этому произошло? Благодаря этому произошел взрывной рост производства. После падения в 90-х, благодаря этому произошел взрывной рост производства за последние десятилетия. И если в 80-е, 70-е годы Советский Союз был одним из, собственно, крупнейшим импортером зерна в мире, то есть завозил, то Россия, как уже было сказано, стала крупнейшим экспортером пшеницы и одним из ключевых экспортеров зерна в мире. Это произошло благодаря вот этим простым вещам. Свобода владения землей, свобода аренды земли, свобода предпринимателей, свобода доступа, свобода экспорта. Это ключевый фактор, на котором строится развитие всего российского растеневоца. Оно росло довольно активно в последние годы. Оно продолжает расти. Сельское хозяйство продолжает активно расти, несмотря на то, что если мы посмотрим на всю экономику России, это сокращение более чем на 3% в прошлом году. Сельское хозяйство там показало, по-моему, 1,5-1,5-2%. Оно благодаря этим вещам. Сейчас же что делается буквально за последние несколько месяцев? Что уже сделано? Вот просто не хватает даже пальцев на руках перечислить, что сделано. Ведены пошлины экспортные. Помните, про экспорт, я уже говорил, какая-то важная составляющая для нашего роста сельского хозяйства. Ведены экспортные пошлины на рапс, введены экспортные пошлины на сою, введена зерновая квота, введены экспортные пошлины на подсолнечные. Зафиксированы цены на сахар, значит, производитель свеклы с сахаром серьезно недополучает. Есть попытка зафиксировать цены на масло. Введены экспортные пошлины на пшеницу, экспортные пошлины на пшеницу уже удвоены, введены экспортные пошлины на ячмень, введены экспортные пошлины на кукурузу. Я думаю, вы уже устали все это слушать, но это просто действительно, чтобы вы понимали, какое огромное количество пунктов, сколько ограничений было видно буквально за два месяца. Буквально за два месяца. Такого, я начал с того, что мы занимаемся этим третий десяток лет, такого не было никогда. Даже огромный урожай 2010 года, думаю, многие его помнят, а в августе 2010 года эмбарго. Да, лично я с ним не согласен, лично я с ним против, но было понятно, что это временная мера. Это был большой удар про стеневодство. Я уверен, что если бы эмбарго не росли намного быстрее, куда было понятно, что огромный неурожай. Сейчас же напомню, у нас происходит это в совершенно других условиях. У нас собран почти рекордный урожай зерна, у нас собран рекордный урожай пшеницы, и продовольственная инфляция под флагом борьбы, с которой будут эти ограничения, находится на исторически низких уровнях. Она находится на уровне 5,4% без учета плодовой овощной продукции, к которой эти ограничения совершенно не имеют отношения. То есть, почему это принимается? Я не понимаю. Зачем это принимается? Я тоже не очень понимаю. К чему это приведет? Я понимаю. И мы это подсчитали. Те ограничения, которые есть, касающиеся только зернового рынка, они изымут из кармана сельхозпроизводителя 211 миллиардов рублей. Это потери в текущем сезоне. Напомню, что зерновый сезон начинается в июле и заканчивается в июле. То есть, это потери в первом полугодии 2021 года. Что будет дальше? Уже все. Это есть, эти огромные потери, они есть. Это большой удар по расснимой. Чтобы было понятно, что это вообще за цифры, там можно, ну да, просто такие цифры сложно понимать. Но я пояснил, что, например, весь аграрный российский бюджет 260 миллиардов. Изъятие только за половину сезона 215 миллиардов, аграрный бюджет 260 миллиардов. Это цифры одного порядка. Что нас волнует и очень сильно? Что будет дальше? Сейчас обсуждается некая плавающая постоянная пошлина на пшеницу. Пшеница, чтобы что-то уже было понятно, это основная наша зерновая культура. Это основная наша культура вообще в нашем растенемодстве, на котором строится весь рост российского сельского хозяйства во многом. Пошлина, она жуткая, она запретительная. Речь идет о том, что она может составлять до 70, а скорее всего около 70% от превышения экспортной ценой 200 долларов. То есть если сейчас у нас цена на мировом рынке примерно 300 долларов, то Пошлина будет составлять 70% от 300 долларов, 70 долларов за тонну. То есть каждые тонны пшеницы, проданные в России, сельхозпроизводители будут недополучать эти 70 долларов за тонну. При этом важно понимать, что он будет недополучать эти деньги не только, когда Пошлина идет на экспорт. У нас весь рынок, все, потому что мы большие экспортеры, вы помните, весь рынок у нас считается от мирового рынка. И поэтому на внутреннем рынке, даже если вы продаете внутренний покупатель, вы тоже не будете недополучать такую же сумму. Огромную сумму, 7 долларов, ну там, умножьте это, 5 тысяч рублей с каждой тонны. И если такая Пошлина совершенно жутко будет принята на новый сезон, это будет означать, что в новом сезоне сельхозпроизводитель не доберет уже 311 миллиардов рублей, что вообще превышает весь аграрный бюджет на этот год. Итого вот за эти полтора года из растеневодства может быть изъято более полутриллиона рублей. Более полутриллиона рублей. Что это значит? Это значит, я не хочу драматизировать, не значит, что на все будет неуважаемое в этом же году, все там, разоренные колхозы. Нет, нет. А в этом году будет небольшое сокращение производства. Весьма вероятно, мы прогнозируем сокращение примерно на 10 миллионов тонн. Сейчас на самом деле небольшое, приличное, но оно на 80-90% будет связано просто с плохой погодой. Да, сельское хозяйство очень рискованная индустрия, не стоит об этом забывать. Потому что отсеялись еще осенью прошлого года до всех этих инициатив, которые появились совсем недавно. То есть урожай будет, будет сокращение урожая, и может подумать, ну блин, не такое страшное сокращение урожая, ничего страшного не произошло. Нет, потому что во многом этот урожай уже заложен намного раньше, до всех этих решений. Проблемы начнутся, весьма вероятно, если это решение будет принято об этой постоянной пошли, проблемы начнутся с урожая 22-го года. Мы можем увидеть сокращение весьма существенной площадей подозимой уже осенью 21-го года и серьезное сокращение производства в 22-м году. Что это значит? Что это значит? Россия будет терять, естественно, свои позиции лидера в мировом экспорте. Я думаю, это вопрос ближайших лет при наличии этой пошлины. А российские сельхозпроизводители окажутся зажаты в очень неприятные ножницы. Когда у них будут расти цены на материально-технические ресурсы, они уже растут по двум причинам. Причина номер один – в мире дорожают удобрения, в мире дорожают семена, в мире дорожают техника, в мире дорожает средства защиты растений. Когда у вас цены на сельхозпродукцию растут, цены на все материально-технические ресурсы для сельского хозяйства, они тоже растут. И это нормально, если вы продаете свою продукцию, свою зерну по более высокой цене и покупаете материально-технические ресурсы по более высокой цене. Но когда вы не можете продавать свою продукцию по более высокой цене, а материально-технические ресурсы, они сразу будут расти. Это уже происходит. Мы видим рост стоимости яровой бессильной компании примерно 10-15-20%, а по некоторым позициями 30%. И, соответственно, маржинальность будет стремительно падать. Опять же, это не будет стремительно обвал. Скорее всего, будет хороший сценарий, стабилизация близко к текущему уровню. Плохой сценарий – это сокращение производства. Падение доходов, падение инвестиций. Кто-то не построит терминал, кто-то не построит элеватор, кто-то не купит сельхозтехнику. Кто-то… Почти все внесут меньше удобрений, почти все внесут меньше среды защиты растений, что повышает риски. И, естественно, это серьёзнейшее падение доходов на селе. Большое спасибо. Андрей Андреевич, большое спасибо. Хочется отметить, что прошедший 2020 год был для нашей экономики не самый простой. У нас были серьёзные падения в экспорте. И вот основная отрасль, которая показала как раз увеличение экспорта – это сельского хозяйства. Поэтому я бы хотел сейчас дать возможность выступить непосредственно самим производителям. И дать слово директору зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрию Борисовичу Порошукову, который у нас сейчас на связи из Ростова. Я хочу привести несколько цифр. Вот одна из тех выступлений, которые и Константин Семенович сказал, и Андрей Андреевич, по Ростовской области. В текущем году, вот в прошедшем году, Ростовская область первое место по валовому сбору зернароду – 12 миллионов 625 тысяч долларов. Род в прошлом году с 19.03%. А вообще, за 10 лет, с 2008 до 2018 год, валовый сбор зерновых увеличился с 8 миллионов 6 до 13 миллионов. И животных практически по 500 тысяч долларов. Если что, если так, то идет увеличение объемов производителей. С чем это связано? Так, с интересом того, что есть реализация данной продукции. И если там, о, цена, она начиналась там в 2014 году, 8 тысяч 14 тысяч зашили с четвертого класса, то в прошедшем году застирало до 18 тысяч тонн. Семьяне научились работать, изучили все технологии, приобретали комбайны, носили в полном объеме каждый год ростом генеральных водоприятий. Семья заработала. Я бы не обманившись. И он уже продолжает дальше накапливать тот ресурс, который нарасполагает. Работать по полной технологии. И то, что сегодня будет ограничением кошель, это, конечно, основной рост непосредственно урожайности первой. Мы по ростовской области поразвели с институтом стандартуры аграрного рынка огромный анализ по всему району. И что получается? Картина следующая. Рост урожайности может быть увеличен на 2 тонны. Каждого гектара достигнут 43 центра гектара. Сегодня у нас 32-34 гектара. Вот про счет чего. Рост показал, что действительно, это реально. У нас в засуху попали южные районы. Самые слепородные. Те, которые в Агромическом Краснодарском крае. Но вытянул северо-восток области. То есть работает государственная поддержка. Благодаря тому, что были приняты решения о поддержке. На предметах техники. Просто у нас были знаки, остановились 432, 1432. Росаэролизм начал работать. Пошла техника на село. Вместе с техникой на селе стали оставаться кадры. И кадры сегодня держатся за счет того, что появились объемы производства. А появилась зарплата. У нас сельские предприятия, которые входят в наш союзный сельхозпроизводитель. Зарплата выше намного, чем в всех городах и хозяйствах. Это стирает, более 35. Вот аграфия у нас всего на 45 тысяч рублей. Средняя зарплата, мне кажется, 80. Мы в текущем году сейчас считаем. Свой доход по прогнозируемым ценам, которые с учетом снижения АИКУ. И стараются увеличить эту зарплата. Есть примеры на сегодняшний день конкретные, я так полевые называю уже, по налоговой плате. Вот хозяйство среднее для нашей ростовской области, и в пользу налогового цената, по сравнению, 80 миллионов, 80 миллионов, 80 миллионов, практически больше. Мы платим 32% МТФЛ на все социальные. Это есть и способ поддержания малой кучи в слое усиления, пенсионеров и так далее. Сегодня увеличивается плата за аренду земель, которая передо мной использована. Идет активность в этой работе по комплексному развитию сельских территорий. Помимо того, что у вас есть ростов, село начинает оживать. Работа по программе. Бород тысячи земель сельских территорий дали льготный кредит на приобретение жилья. Это главное говоря, потому что действительно появились новые рабочие места, новые детства. Мало того, что там уже честно. Поэтому сегодня эти ограничения, которые будут приниматься, они в аренду не только фамилии, а только, они по социальной инфраструктуре говорят. Сегодня селяне содержат и бытовые условия, и похоронные дела, и сельская школа, и так далее. Понимаете? Как оставался тот уклад про хорошее, он сегодня так и продолжает жить. И хотелось бы, чтобы это все слышали, вот это напрямую. И провести такую встречу с теми, кто принимает решение в правительстве у нас. Собрать эту аудиторию, селя, и они высвернут все свои проблемы. Понимаете? Есть такая площадка у нас 24-26 февраля, будет проходить аграрный форум в Евросии. И мы бы проносили туда, вот эту встречу, в колледже санна, по-русски. Первое, что касается напрямую экспорта. Ну, Ростовская область, экспортер тоже не надо. Вместе с периодом мы экспортируем еще 3 миллиона тонн внушения от правительства САГ. Мы готовы на сегодняшний день передавать часть облазина, которая на внутренней области используется. И разработали успешно, когда был интервью слоев в домах. Подробность, давайте, да, фиксированы цены такие, да, поддержка технического областа, тех же народов, которые есть там. Давайте такую программу, как она была. Вернем, ну, как бы, что в ракурсе, было детально более адрес, по кому нужно. Это все равно, и цифроводам, и так далее, понимаете. Но ЮС России – это экспорты. И создание инфраструктуры в Ростовской области – оно огромное. 34 отгрузочных терминала, 3 новых строительства. Компания «Астон» заказала 10 судов, которая работает в Малаканашевске. По легенду, подтянуть инфраструктуру с семеробленности, взять отсюда зерно и транспортировать уже внизу. Компания «Астон» заказала 10 судов, которая работает на маршрутах, выбирает экспорты из центральной полосы России. Сегодня эти люди, они могут быть ограничены, которые там уже не работают. В принципе, какой потенциал сегодня растут, то есть вот и во всей этой инфраструктуре это может затормотить, следом за экспортом, который может быть ограничен, то это ограничено, хотя и во прочее не стало перспортировать. И учетом роста, который называют, через эти порты у нас проходит не только зерно в России, а крем до 5 миллионов экспортируется с соседних территорий. Поэтому вопрос обведения кошкин, он напрямую коснется, конечно, экспорта. Мы напрямую коснется поддержки сельского хозяйства. И тут нужно будет действительно, если нам все проходить. Если действительно то, о чем говорил президент, о продуктах питания, сандалит, ну это ролик, о контрольных пульсах, там уже разобраться. В производстве продуктов питания в большей степени сегодня заложены все энергии, по импорту, которые поступают, вода, газ, электроэнергия, торговые нацелки, налоги. Всю эту рубочку нужно раз погреть, если детально пройтись по кальтеру, где-то продукции, понимаете, и принять какие-то уже такие формы поддержки, чтобы они поступали уже по достойному цену. И скажу откровенно, вот идешь в магазине, да, смотришь. Вот наш там, сегодня, знаменитое предприятие по местной продукции. Колбаса от 300 рублей до 1600 за такие высокомаржинальные виды продукции, на которые на ней могут компенсировать все затраты для более экономных союзных средств. А действительно включили, как Вы сказали, убить золотую курицу, курицу, которая создана. Юрий Борисович, большое Вам спасибо. Я бы хотел предоставить слово председателю Совета директоров группы компании «Верхнихавский агрохолдинг», лидеру партии «Дело» Воронежской области Антону Геннадьевичу Кривякову. Спасибо. Коллеги уже сказали о величине потерь, которые сейчас ведут к растеневодству и к чему это приведет в дальнейшем развитии. Я подтверждаю, что растеневодство очень динамично развивалось. Мы сами начинали с урожайности 25 центов с гектара. Сегодня почитаем урожайность ниже 65, уже плохой. У нас когда-то был белок 10, сегодня белок 14-15. Но все это сейчас, может быть, перечеркнуто несколькими необдуманными решениями. Я как раз хотел сосредоточиться на том, ради чего все это делается. Смотреть, а что, собственно, мы пытаемся сделать, зачем мы пытаемся забрать из растеневодства 200-300 миллиардов, и что пытаемся людям отдать взамен таким способом. Простой подсчет этого позволяет, мягко говоря, удивиться. Давайте попробуем, следите за цифрами. Сейчас будут цифры, за ними лучше следить, потому что они существенны для понимания, их очень часто искажают. Поэтому давайте попробуем несколько цифр зафиксировать. В самом дорогом хлебе цена зерна вообще ничтожена. В самом дешевом хлебе, ну и в одновременно одном из лучших, старый советский гостовский хлеб, очень сложно в килограмм хлеба засунуть зерна больше, чем на 10 рублей. То есть в килограмм хлеба 10 рублей. Есть хорошо известная норма потребления хлеба в год, это 100 килограмм на человек. Это рост. Но все надзоры, медицина, все говорят о том, что это правильно. Мы берем 10 рублей зерна, умножаем на 100. Мы сейчас сколько получаем? Легко посчитать, да? Угод. Значит, 100 на 10 тысяч. Но мы же не говорим о том, чтобы хлеб стоить дешевле на столько. Нет, мы говорим о том, что хлеб станет дешевле, зерно станет дешевле на 20%. Давайте посмотрим. 20% это вся прибыль, вся прибыль. Растеневодство за пределами юга и цичаэр. То есть у юга и цичаэр это половина, большая половина, а чуть дальше на восток это вся прибыль. Просто 100% прибыль будет изъято в растеневодство. И ради чего? Значит, снижение якобы должно случиться, снижение хлеба, то есть зерна на 10%, хлеба на 2 рубля. Представляете себе, на 2 рубля. 2 рубля на 100 килограмм. Сколько это будет? Все посчитали, да? Ну и поделить нам нужно на 12 месяцев. Сколько это в месяц? Ну и у меня получилось, вы меня проверьте, обижайте, пересчитайте сами, у меня получается 16-17 рублей в месяц. Ну на администрирование процесса выдачи, еще надо 20% накинуть, но будет 20 рублей в месяц. То есть угробить растеневодство, ради того, чтобы гипотетически получить дополнительную прибыль, значит, бедным слоям населения 20 рублей. А теперь надо еще сказать, что этому не случится никогда в жизни. Ну потому что у нас, как всегда, когда дешевеет зерно, хлеб еще ни разу не дешевел. Я такого не помню, вот сколько это, 27 лет в зерновом производстве. Я не помню такого, чтобы хоть раз такое случилось. Но даже если предположить, что такое случится, мы говорим о сумме совершенно ничтожных. А глядя, когда, честно говоря, растеневоды, когда им говорят, что они сожравшиеся там, купающиеся там, непонятно в чем, значит, и так далее, их это очень огорчает, я бы сказал, зри, сильно зри. Значит, очень сильно расстраивают необдуманные действия, которые непрогнозированные, необдуманные. Сегодня там 25, завтра 50, послезавтра 70 уже обещают, да, нам пошлину? С 300 долларов цены. Опять же, ради чего? Значит, вот целая группа Воронежских аграрьев в сердцах, наверное, уже сказала следующее. Да сделайте вы раз и навсегда единую пошлину 6,5%. Прекратите дергать нас сюда, сюда. Еще Столыпин говорил, дайте нам 20 лет покоя. Мы сами разберемся и справимся, что нужно делать. Пожалуйста. Теперь, что такое 6,5? Несложно посчитать, 55, там, примерно, миллионов экспортов, они снизятся при этом, 6,5%, ну, там, что-то в районе 70 миллиардов рублей. Вся помощь малоимущим, вот если взять хлеб, 20 рублей. Дальше мы знаем, что масло мы потребляем килограмм в месяц. Все знают, что килограмм в месяц, несложно посчитать. Да, это в месяц, все вместе с маслом, с сахаром, все вместе будет самое больше 50 рублей в месяц на человека. Вот у нас 20 миллионов людей, нуждающихся в помощи, которым явно не хватает денег на их работу. Вот если 20 миллионов умножить на 50 рублей в месяц, на 12 месяцев, мы получим что-то около 12 миллиардов рублей. 6,5% поршуны только с одного зерна дает 70. То есть не надо 6,5, можно вообще 2 поставить. И та задача, ради которой пытаются, не пытаются, а уже вели 20% у них в поршу, она будет решена. Вопрос, зачем? Это даже понимаете, это не сжечь дом, чтобы приготовить поросенка, да? Это сжечь дом, чтобы приготовить какого-то теоретического поросенка, которого еще никто не поймал и не видел. Да и не поймал никогда. То есть у нас очень простая здесь позиция. Значит, если в бюджете не хватает денег для того, чтобы отдать 20 миллионам людей, которые действительно нуждаются в деньгах, этих денег в бюджете по каким-то причинам, неважно, не хватает, пожалуйста, возьмите 6,5% поршуну, только не только зерна, а из масла, из шрота, из другого шрота, из сои там, и со всего. Со всего, что экспортируем, 6,5%. Там будет за 100 миллиардов, я так думаю, существенно, наверное, даже больше. Возьмите эту кожу, отдайте, кем-то нуждается. Не видите каких-то карточек, про которые все говорят, непродуктовые карточки, как сразу вспоминают, что не самые лучшие времена жизни нашей страны, зачем отдать их деньгами? Не надо бояться, что человек на что-то поменяет, что-то не то купит, знаете, люди не такие глупые, они сами разберутся, что они купить на эти деньги. А тот, кто захочет поменять, он и карточки эти поменяет, и хлеб полученный по карточкам поменяет. Только администрировать это будет дороже, на порядок, то есть в 10 раз. У меня, собственно, все по этому вопросу. Спасибо большое. Антон Геннадьевич, большое спасибо за выступление. Ну, от сюда хочу напомнить, что одно рабочее место населения садает несколько рабочих мест в городе, и вот от имени крестьянского сообщества хочу сейчас попросить выступить издателя портала «Крестьянские ведомости» Игорь Борисович Абакова. Добрый день. Я, собственно, хочу напомнить, с чего все началось. Все началось с того, что президент попросил правительству обратить внимание на доходы малоимущих. Хватит ли у них денег для того, чтобы купить продовольствие в условиях подорожания. Вот, собственно, и все, что он попросил. А что мы имеем в результате? В результате мы имеем, к сожалению, констатируем, что мы имеем очень низкий уровень управленческих решений, прежде всего экономических решений. Настолько низкий, что он напоминает реакцию крокодила. Увидел, схватил. С чего надо начинать, по мнению крокодила? Естественно, с того, кто производит. Да, с кулака Мироеда. Его надо ограничить в доходах. То есть, вот с этого, собственно, и началось ограничение цен на сахар, на масло. Вот, собственно, вся история. К чему приводят любые ограничения в агропромышленном комплексе? Я просто приведу только два примера. Один пример, скажем, 1980 года, когда США ввели эмбарго на поставку зерна в СССР по случаю войны в Афганистане. Кончилось это тем, что США потеряла крупнейшего покупателя. И в результате развилась Аргентина, развилась Бразилия. И США сами себе создали серьезных, очень конкурентов на рынке зерна. После этого в США было принято на уровне законодательства решение, что любое зерновое эмбарго теперь вводится только в случае чрезвычайной ситуации, например, войны. И с тех пор там никаких зерновых эмбарго нет. Об этом просто забыли. Это было очень давно. Следующее. Еще одно эмбарго 2010 года. Здесь его вспоминаю. Когда внезапно было принято в августе 2010 года, было принято решение о том, что у нас вдруг кому-то показалось, что зерна мало, была засуха, напомню. Зерна мало, хватая мешки, вокзал отходит. Прекратили экспорт зерна. Суда уже стояли в портах. Их невозможно было просто вывезти за границу. Они уже погружены были. Таможня не давала добро. То есть драма была полная. И зерновой рынок просел. Но, и я напомню, что произошло за рубежом, какие были зарубежные последствия, какие были внутри страны последствия, до сих пор не посчитано. Но зарубежные последствия. В Тунис не было поставлено зерно. В Тунисе полыхнула революция, потому что люди голодные вышли, им лепешек было не на что напечь. Я не говорю, что это была единственная причина. Там было много причин. Но это был катализатор. Когда люди выходят на улицу, дальше уже дело политтехнологов, куда их повезти. И вот только сейчас, вот только сейчас, 2021 год, наши ребята, своими жизненными, гасят этот североафриканский пожар в Сирии. Вот к чему привело необдуманное решение. Я эту точку зрения высказал уже весной 2011 года. И никто ее не опровергнул, никто не посмел ее опровергнуть. Даже ни у кого язык не повернулся. Все тихо прижали ушки, потому что все люди, которые принимали решение, они до сих пор принимают решение. Так вот, я хочу напомнить, что происходило в России, вы все это помните, это все было на наших глазах, что происходило в аграрном комплексе России в начале 2000-х годов. Прежде всего, был министр Гордеев, он же был вице-премьером по селу. При его, в его пытность начали образовываться общественные организации в агропромышленном комплексе. Для чего? Общественная организация была Зерновой союз России. При помощи Зернового союза Россия стала экспортером зерна впервые. впервые вообще в истории. После революционной, если бы. Так вот, эти общественные организации были созданы именно для того, чтобы власть приезжающей советовалась с товаропроизводителями, с крестьянами, через их организации, с молочниками, через их организации, с маслоделами, через их организации, и принимала сугубо правильные решения. Именно в тот момент начался подъем производства. Именно в тот момент были заложены основы, что сейчас мы имеем переизбыток продукции птицеводства, переизбыток продукции животноводства, имеется в виду свиноводство, переизбыток зерна, мы имеем его экспортируем. Именно в те годы это было заложено. Потому что решения принимались правильными. И я сейчас считаю, что Карфаген должен быть разрушен, и общественные организации должны быть восстановлены. Они у нас с 2010 года, когда эмбарго было принято, без совета с общественными организациями, они об этом узнали из печати. Так вот именно тогда их начали разрушать, чтобы не советоваться с ними, чтобы реакции крокодила никто не мешал. Вот, собственно, о чем речь. Сейчас эти общественные организации нужно воссоздавать заново. Их нужно реконструировать. Нужно с ними советоваться в обязательном порядке. Потому что продовольствие это, как я уже сказал, стратегическое оружие 21 века. И во внутренней политике, и во внешней политике. Поэтому без общественных организаций никуда. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо.